МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также будет ли Россия в год своих президентских выборов вмешиваться в промежуточные американские? Все это в итоге. В ближайшие полчаса гость нашей студии сегодня спецкорреспондент сайта «Медуза», приглашенный следователь Института Кена на Вашингтоне Даниил Туровский. Итак, на этой неделе на американском горизонте взошла звезда нового возможного кандидата на президентских выборах 2020. Все началось с того, что на вручении премии «Золотой глобус» известная американская телеведущая Опра Уинфри произнесла зажигательную речь, в которой заявила о том, что на горизонте брежет новый день. Говорила она, обращаясь к жертвам сексуального насилия, но ее слова неожиданно резонировали в сердцах и умах значительно более широкой аудитории. Уже на следующий день телевизионные каналы наперебой начали обсуждать, станет ли национальный американский символ Опра кандидатом на следующих президентских выборах. Вплоть этих дискуссий ненадолго на второй план отошла главная тема недели – книга «Огонь и ярость», в которой до сих пор мало кому известный журналист Майкл Уолф опубликовал рассказ о первом годе президентства Дональда Трампа, основанной на беседах с его ближним и среднеудаленным кругом. В книге утверждается, что американский президент временами демонстрирует провалы в памяти и не способен сосредоточиться ни на одной из серьезных проблем. Майкл Уолф также заявляет, что все, без исключения сотрудники Белого дома, считают, что президент ведет себя как ребенок. Но сейчас обо всем по порядку вкратце. Андрей Деркач. После выхода в свет книги Майкла Уолфа «Огонь и ярость» в центре внимания общественности на несколько дней оказалось психическое здоровье 45-го президента США. Автор книги утверждает, что состояние Трампа не позволяет ему как следует выполнять свои обязанности. На это сам Трамп ответил в Твиттере словами «Я не просто умный, я гений, стабильный гений». Эту тему активно развивали демократы Конгресса. Конгрессмен Адам Шиф, к примеру, заявил, что якобы большинство его коллег считает, что Трамп не соответствует занимаемой должности из-за проблем с психическим здоровьем. В дополнение к этому стало известно, что преподаватель медицинского факультета Ельского университета, психиатр Бен Дели, в начале декабря провела в Конгрессе брифинг, во время которого консультировала законодателей по этой теме. По ее словам, в ближайшее время она планирует провести еще несколько подобных встреч. Эти дебаты в прессе заставили пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс разослать имейл, разъясняющий мнение администрации по этому вопросу. «Мы возмущены и испытываем отвращение из-за того, что люди, которые не знают президента и не понимают истинную силу его интеллектуальных способностей, настолько наполнены ненавистью, что готовы выйти за рамки порядочности и здравого смысла». «Психическое здоровье президента могло бы стать поводом для импичмента», пишет NBC, но даже лидеры демократов считают, что это крайняя мера. При этом сам президент Трамп продолжает яростно критиковать Майкла Уолфа. «Мне пришлось терпеть фейковые новости с первого дня, когда я объявил, что буду баллотироваться в президенты», написал Трамп в Твиттере. «Теперь мне придется свыкнуться с фейковой книгой, написанной совершенно дискредитированным автором». Вторят президенту и члены его администрации, так советник Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер в интервью CNN назвал книгу «гротескным вымыслом» и обвинил CNN в антитрамповской истерии, а самого Трампа назвал «политическим гением». О состоянии здоровья политического гения американской общественности должен поведать медосмотр президента, который был запланирован на пятницу. Все сходятся во мнении, что обследование, скорее всего, не даст повода усомниться в физической способности президента исполнять свои обязанности, хотя издание «Эксиос» в одной из статей говорит о том, что за год президентства Дональд Трамп подустал. Источники издания рассказали, что он начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, а во время решения административных вопросов смотрит телевизор и публикует сообщения в Твиттере. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя эту статью, назвала Трампа одним из самых трудолюбивых работников. На фоне этих дискуссий обсуждаются перспективы Опры Уинфри стать кандидатом на следующих президентских выборах в США. После ее выступления на «Золотом глобусе» друзья теледивы рассказали телеканалу CNN о том, что она не исключает возможности баллотироваться на выборах 2020 года. Стоит отметить, что Уинфри действительно не безразлична к политике. Она активно поддерживала Барака Обаму и Хилари Клинтон. Сам Дональд Трамп еще на заре своей политической карьеры говорил, что если бы она баллотировалась с ним в качестве вице-президента, то они очень легко выиграли бы выборы. «Белый дом» сообщение о возможном выдвижении кандидатуры телезвезды в президенты воспринял спокойно. Независимо от того, кто в избирательном бюллетене, им придется противостоять президенту, который достиг рекордных показателей в рекордные сроки. Мы приветствуем вызов, независимо от того, брошен он Опрой Уинфри или кем-либо другим. Чуть позже появился комментарий и Дональда Трампа. В одном из своих выступлений он сказал, что не думай, что Опра будет баллотироваться в президенты. А если и будет, то он ее обыграет. Объявили, что Дональд Трамп, безусловно, намерен баллотироваться на второй срок. Стало также известно, что психологическая экспертиза не стала частью первого медосмотра, который президент США прошел в пятницу. О том, какую роль психологическое состояние президентов и кандидатов на этот пост влияет на выбор американского электората, накануне этого эфира я говорила с профессором политпсихологии в университете Джорджа Мэйсона в Вашингтоне Эриком Ширяевым. Итак, Эрик, сюжеты, связанные с нынешним президентом США, причудливо переплетаются в последние дни. Начнем с разговоров о психическом здоровье. Тот факт, что обсуждение этой темы вышло на первые полосы газеты и в заголовке новостей, является для США беспрецедентным фактом. Нет, далеко не первый факт. Маленькие-маленькие примеры. Уудро Уилсон в 2018-2019-2020 году, он страдал от серьезного заболевания. Скорее всего, были у него кровоизлияния, и наверняка они повлияли на его возможность функционировать. А дальше Джон Кеннеди, его хроническая боль в спине и разговор о том, что может ли он принимать решение, когда такая жуткая боль, которую он испытывал. Пример Томаса Иглтона, конечно, он был не президентом, он был кандидатом в вице-президенты, но тот факт, что он был госпитализирован с депрессией, это был шокирующий и неприятный момент. Он просто в отставку подал, как кандидат, его убрали. Ричард Никсон, обвинение в паранояльных идеях, в агрессии патологической в Белом доме. Билл Клинтон, разговоры о его сексуальной аддикции и возможности принимать решения. Джордж Буш-младший, обвинение в некомпетентности в связи с его низким интеллектом, слабоумием и расстройством личности. Барак Обама, маленький обвинение, тем не менее, нарциссист, который не может принимать решения без самовосхищения. Ну, а Трамп, конечно, побил все рекорды. Здесь, конечно, идет о масштабе и глубине обвинений. Эрик, ну вот Дональд Трамп в ответ на публикацию книги «Огонь и ярость» написал в Твиттере «Я стабильный гений». Сейчас идут дискуссии о том, насколько серьезным, искренним можно считать такое заявление и есть ли в нем элементы патажа и провокации. Это, конечно же, эпатаж. Эпатаж и провокация. Это и есть сам Дональд Трамп, который эмоционально в этом, просто сказать, купается. Это его стиль, это его личность, это его характер, это его поведение. Он создает такую ситуацию, когда он провоцирует всех и вся. И сам пытается и делает то, что ему нужно в этой атмосферной стабильности, когда все ополчаются, когда все критикуют, даже сторонники. Тем не менее, ему это сходит с рук каким-то образом пока. И для него это его собственный стиль. Может быть, говоря о его тенденции быть нарциссистом, может быть, это еще и проявление того, как анестезисты влюблены в свой собственный имидж. Они знают, насколько они, может быть, не богаты, не сильны, не умны, но образ, который они производят, имидж, который создают они, вот в это они влюблены. Эрик, ну а вот как вы относитесь к тому, что на фоне всего происходящего Опре Уинфри начали прочить кандидатство в президенты? Как психолог и как человек, занимающийся общественным мнением, я скажу, что эта идея ужасная. К сожалению, есть более достойные и профессиональные, и компетентные, сильные американские женщины, которые могут посоперничать с любым кандидатом в их партии и партии республиканцев. Но то, что Опре сегодня об этом заявила или от нее ее имени заявили, поможет ей продать огромное количество продуктов, сервисов и всего, то есть она станет еще богаче женщины. А если говорить серьезно, я говорю серьезно всегда, но если говорить еще серьезней, конечно, если она будет кандидатом, она выиграет в всех больших городах, но она проиграет одноэтажную Америку, двухэтажную, скажем так. Время изменилось, Ильфа Петрова, двухэтажная Америка сегодня, основная, которая голосовала за Трампа, и она, скорее всего, проголосует за Трампа еще раз, если демократы не представят сильного, рационального, умного кандидата и женщину, которых много сегодня есть, которые могут бросить вызов, но пока мы не видим. Эрик, спасибо большое за вашу оценку. Эрик Ширяев был у нас в эфире. Сейчас от темы выборов 2020 к разговору о выборах в нынешнем году. Выборы 2018 в Америке промежуточные, но тоже очень важные. Это выборы в Конгресс, и они покажут, потеряла ли республиканская партия в популярности после прихода к власти Дональда Трампа, или ей все же удастся сохранить абсолютное большинство в Конгрессе. При этом на этой неделе глава ЦРУ Майк Помпео выразил уверенность в том, что Россия вновь попытается вмешаться в выборный процесс в Америке. Советник по нацбезопасности президента США Герберт Макмастер заявил, что Москва уже вмешивается в выборы в Мексике. А сенатор-демократ Бен Кардин опубликовал отчет под заголовком «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе впоследствии для нацбезопасности США». В нем, в частности, содержится призыв создать коалицию стран по защите от кибератак. Кибер-угроза для США после взломов серверов демократической партии во время предвыборной кампании 2016 не пустой звук. Кибер-операции и те, кто их осуществляет, не пустой звук для нашего сегодняшнего гостя Даниила Туровского, специального корреспондента сайта «Медуза», приглашенного исследователя Института Кенна на Вашингтоне. Даниил, я вас приветствую. Очень рада здесь видеть. Здравствуйте. Очень хочется, чтобы вы пролили свет на все те тайны, которые нас так занимают в последние месяцы. Вот если давайте начнем с последних заявлений, которые были сделаны по поводу возможного вмешательства России в грядущие выборы, как вы считаете, вот здесь переживания спецслужб американских в преддверии выборов 2018 оправданы или преувеличены? Да, во-первых, спасибо, что позвали. Во-вторых, хотелось бы почитать более подробные заявления этих людей, потому что не очень понятно, что они имеют в виду под вмешательством выборы. Да, даже если вернуться в выборы 2016 года, вмешательство заключалось только в том, что взломали почтовые ящики и выкрали секретную информацию. Мне кажется, сложно называть это. То есть это, конечно, атака, но это не атака на критическую инфраструктуру, которая может принести серьезные жертвы или взломать электростанцию, например. В принципе, хакеры это могут сделать, да, и это более опасно, чем воровство переписок или секретных документов, потому что это тоже, конечно, атака. И меня во всей этой истории скорее удивляет, что такой акцент делается на 2016 год, потому что шпионаж, да, он был и в холодную войну, он немного другому выглядел. Но если говорить про кибершпионаж и хакерский шпионаж, то это, естественно, не началось ни в 2016 году со стороны российских хакеров. Я сейчас работаю над исследованием на книге о российских хакерах, и, естественно, можно сказать, что российские хакеры занимаются таким шпионажем воровством секретных документов, взломом почты с начала 90-х годов, и не очень понятно, почему сейчас делается акцент именно на выборах. Ну вот мы знаем, что этот кибер, ну, все, что мы знаем об этом, это киберкомпонент этого вмешательства. Судя по всему, группа Fancy Bear играла там очень большую роль. Вот есть доказательства, что за ней стоят российские спецслужбы, предположим, что имел место госзаказ, как здесь сейчас говорят? Да, но Fancy Bear — это название, которое дали исследователи. Нет такой группировки. Они, на самом деле, называются по-разному. То есть Fancy Bear, Fancy Bear, можно любое название дать этим людям. Просто какое-то... Дали название, потому что про медвежонка и медведя интересно пишут про Россию, да? Если говорить о связи этой группировки с российскими спецслужбами или с Минобороны, то никаких доказательств не существует, стопроцентных. Есть доказательства вроде того, что они действовали во время того, как в России есть рабочий день существует, да? То есть они как будто работали с 8 до 8 часов вечера. Второе доказательство о том, что в коде хакеров был обнаружен русский код. Но дело в том, что это похоже очень на заметание следов. Потому что, собственно, есть, например, северокорейские хакеры, которые взламывали, как вы помните, Sony в 2014 году, кажется, и у них в коде тоже были русские слова. Там «выбросить», «напасть». Какие-то слова такие использовались. Раз. Про то, что нет доказательств в стопроцентах. Но, скорее всего, это сделали русские хакеры, потому что два пункта, почему, да? Потому что, естественно, есть мотивация у русских властей, российского правительства, российских спецслужб повлиять как-то на выборы, чтобы победил кандидат, который более близок, может быть, хотя непонятно, более близок кандидат или нет. Но теперь уже все относительно в этом смысле. Но, во-вторых, самая важная в этой истории о том, что, естественно, у России с 2013 года существуют кибервойска. И если смотреть в эту историю, то об этом говорили, то есть начали публично говорить с 2013 года. То есть министр Шойгу, который стал в 2013 году, собственно, новый министр, одна из первых тем, которые он начал публично рассказывать, это было о том, что нужно сделать кибервойска, о том, что нужно набирать людей из технических университетов, технических институтов и создавать так называемые научные роты, которые в 2014 году в итоге были созданы по всей территории России, в военных частях есть так называемые научные роты. Там служат люди, которых набирают в разных университетах, технические специалисты, это инженеры, криптографы, программисты, которые, собственно, занимаются профессиональным изучением уязвимостей, так называемых эксплойтов. Это одна история. Другая история, это профессиональный, так называемый, отбор. Другая история о том, что, собственно, профессиональный этот отбор могут в последние годы, как я расследовал, о том, что в том числе набирают у школьников, в московской школе, например, где-то на, я не помню, на какое метро, на юго-западной, по-моему, есть кадетская школа, где существует кружок, который называется просто «Юные программисты ФСБ России», в котором, собственно, преподает человек с военным образованием, который ставит задачи, публично говорит о том, что он готовит хакеров на службу ФСБ для того, чтобы они там сражались, в кавычках, это его цитата, с укропами, американской пропагандой и так далее. Это набор так называемый профессиональный, да. Другая история, есть так называемый криминальный отбор, то есть это когда спецслужбы начинают сотрудничать и нанимают хакеров, которые, собственно, занимаются взломом банков и зарабатыванием денег в основной работе. Но после того, как их спецслужбы ловят в России, им дают выбор, или они идут в тюрьму, или они помогают спецслужбам с каким-то консультациями, с какой-то работой. Данила, а вот зачем это делают, интересно, что своих сил, вот этих войск, о которых вы говорите, не хватает? Ну, как раз я говорил о том, что скорее эти войска существуют для того, чтобы исследовать что-то, не совершать атаки. То есть это научные роты существуют для того, чтобы исследовать, создавать защиту, в том числе для защиты и критической инфраструктуры, о чем российские власти очень активно стали заботиться в последние два года, наверное. Потому что после того, и на самом деле у них была довольно истеричная реакция, насколько я понимаю, после того, как была атака с ТАКСНД, очень известная, единственное публичное, известное применение кибероружия в мире, в истории, которая была проведена в Иране спецслужбами США против ядерных объектов в Иране, после чего они взорвались, например, после этого в России очень активно начали задумываться о том, что нужно защищать критическую инфраструктуру. И, собственно, эти научные роты занимаются исследованием уязвимости, создают какие-то новые стены для защиты этого всего. Это раз. С другой стороны, этим же занимаются НИИ различные, которые существуют, бесконечное название НИИ, я даже не буду их перечислять, потому что зачем, да? Это НИИ, которые связаны как-то со спецслужбами, или с Министерством Ворон, или с ФСБ, в которых специалисты, собственно, сидят на зарплатах и занимаются, опять же, поиском каких-то уязвимостей для того, чтобы создавать какую-то аппаратную защиту. А грязную работу при этом получаются? Грязную работу выполняют люди, которые занимаются, собственно, хакингом, взломом зарабатывания денег. Это так называемые, кажется, Путин называет их хакерами-патриотами. В начале прошлого года, по-моему, на заседании Путина на Санкт-Петербургском форуме сказал о том, что в России же существуют хакеры-патриоты, которые делают это по своему зову сердца. Они не выполняют свою работу, но вот они захотели защитить свою страну. Они так и делают. Но мы можем наблюдать работу этих хакеров-патриотов уже 15 лет. Можно вспомнить Эстонию, когда были события с бронзовым солдатам, которые все помнят. И когда там были в России, и там, насколько я помню, были акции проклятических молодежных движений, наши молодая гвардия, параллельно с этим развивались, например, атаки на сайты правительства. И, собственно, потом один из активистов наших рассказывал о том, что они участвовали в этом. Второй, потом Грузия. Во время войны с Грузией. То же самое было с грузинскими сайтами. Потом Украина. То же самое с украинскими сайтами. То есть всегда, когда у России существует какой-то конфликт с кем-либо, удивительное совпадение о том, что начинают ломаться сайты противника. А, ну вот вы уже упомянули это. И я хотела бы привести цитату одного из ваших интервьюируемых. Он сказал, что кибероружие в скором времени может выйти из-под контроля. Это Илья Сачков сказал, я скоро помню. Илья Сачков – это один из главных киберисследователей в России, он имел в виду о том, что была же история со стактом, как я сказал, да? Это, собственно, оружие, которое было применено в Иране. И нужно помнить о том, что есть, например, в какой-то мире существует исламское государство, которое очень заинтересовано о том, чтобы добыть себе кибероружие. И это мы можем наблюдать за тем, как, наблюдая за подпольными хакерскими формами, которых они очень интересуются о том, чтобы найти какие-то уязвимости, так называемые эксплойты, которые помогут, которые они смогут использовать для того, чтобы нанести серьезный урон, а не воровство, как бы, писем или какой-то секретных документов, которыми они тоже, естественно, хотят заниматься. Но нанесение ударов, например, по электрической сети, да, как было на Украине в прошлом году, когда целая область Ивано-Франковская, по-моему, просто обесточили хакеры, сломав там систему на заводе на одном из распределительных. Поэтому это не, конечно, сейчас, может быть, это выглядит как пугалка, с его слов, но это очень реально. Ну, а вот интересно, есть ли вероятность того, что к тем же хакерам, к которым сейчас имеют доступ спецслужбы, теоретически могут получить доступ вот те, о ком вы говорите, эти, что называется, негосударственные акторы? Да. Безусловно, потому что хакеры часто работают как фрилансеры, да, то есть в том числе вот эти хакеры, которые работают на спецслужбы, на ФСБ, на отдел ЦИП, например, да, часто они могут быть работой за деньги, потому что покупают просто на форумах. То есть персональная мотивация в данном случае исключительно... В данном случае здесь, ну, есть мотивация о том, что не сесть в тюрьму, но если ты не садишь в тюрьму, ты можешь успеть и поработать на других, на кого-то, на российскую оппозицию, на террористов, на кого угодно. Ну, а вот интересно, как вообще может выглядеть полномасштабная кибервойна, если представить, что все эти силы объединятся каким-то образом и начнут работать на одну цель? Ну, мы можем представить довольно страшную картину, это будет похоже просто на обычную войну, только где не будут участвовать солдаты, будут просто происходить какие-то периодические аварии на станциях, отключение воды, светофоров, банально светофоров, которые просто перестанут работать, мобильных сетей, чего угодно. Вот еще один вопрос, который меня интересовал. Вообще хакеры — это оружие, направленное извне как бы, или внутри они тоже действуют и какие-то задачи им ставятся для того, чтобы... Вы имеете в виду, что есть прогуставственные хакеры, которые работают в России? Да, да. Ну, безусловно, потому что мы можем вспомнить сначала середины нулевых, вероятно, те же хакеры, которые работали по Эстонии и Грузии, атаковали сайты, например, маршев несогласных или оппозиционных акций протеста, партии Лимонова, собственно, эти акции также атаковались прогуставственными хакерами, видимо, или хакерами-патриотами. Во всей этой истории с хакерами всегда очень сложно атрибутировать, собственно, атрибутировать этот термин, да, из этой истории, доказать, кто это делал. Очень сложно. То же самое, как и с биологическим оружием. Очень сложно доказать первоисточник, потому что очень легко замести следы. В данном случае здесь всегда одно из главных доказательств — это мотивация. Но каждый смотрит по-разному, насколько это серьезное доказательство. Ну вот, Даниил, если вернуться к самому началу нашей беседы, как вы считаете, на основе того, что вы знаете, в 2018 году на вот этих наших грядущих выборах что-то будет такое происходить, что заставит говорить вновь о вмешательстве российских хакеров? Я думаю, что никто не остановится говорить об этом. То есть я думаю, что этот разговор не прерывается уже последний год, не прерывается, поэтому, конечно, он не остановится. Даниил, спасибо вам большое за ваш анализ. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был журналист Даниил Туровский. Дальше больше каждую неделю анализируем, наблюдаем и тоже в эфирах ваших национальных каналах и на канале «Настоящее время». С вами была Юрия Савченко. Спасибо, что провели эти полчаса с нами. Увидимся на следующей неделе. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!